Задача Задача Построить плоскость параллельную с заданной и отстоящую от нее на 30 мм. Само задание может быть задано в виде файла с изображением проекции, а могут быть заданы координаты точек A, B, C, по которым сначала строится положение проекции, а потом уже приступается к выполнению задачи. Начинаем с того, что проводим сначала горизонталь. Горизонталь параллельно у нас будет оси Х, и в какой-то точке, вот эта точка 1, пересечет сторону B, C. Построим положение вот этой точки, что у нас получилось, на стороне B, C. Должна быть. И отметим здесь точку. Отметим точку именно в том месте, где будет пересекать сторону B, C. Вот эта точка у нас 1. Ну, давайте обозначим, да, для того, чтобы у нас все было точно и без всяких погрешностей. Для этого, ну, вот здесь эту точку обозначим как 1, проекция 2. А вот эту точку обозначим 1, проекция 1. А здесь горизонталь обозначим, обозначим H, проекция 2. И здесь получится у нас горизонталь, это будет H, проекция 1. H, проекция 1. Изобразим горизонталь, которая у нас получилась. Значит, вот, и дальше через эту точку должна проходить 153 градуса. Провели. Затем проведем фронталь. Фронталь. И смотрите, мы проводили горизонталь из точки А. Здесь мы можем тоже поступить таким образом, провести горизонталь из точки А. Ну, для этого нам надо будет продлить сторону БЦ и дальше найти точку пересечения. И, соответственно, на фронтальной плоскости у нашей фронталь будет проходить через точку, которая будет лежать на продолжении БЦ. Но, не забывайте, что все горизонтали и все фронтали, их проекции параллельны друг к другу. Поэтому ничего страшного не случится, если мы проведем фронталь вот так. Так, проведем ее через точку С. В каком-то месте, в каком-то месте у нас наша фронталь пересечет А, Б. Найдем эту точку, найдем эту точку, только точно построим. На А, Б на фронтальной плоскости. И эта точка у нас будет находиться здесь. Подпишем эти точки и то, что у нас получилось. Ну вот, значит, С, точка, да, значит, здесь тоже будет С и получившаяся точка. Провели. Затем подпишем. Значит, первая здесь у нас будет точка, это будет точка 2, проекция 2, точка 2, проекция 1. Здесь фронталь будет у нас обозначена F, проекция 1. И здесь будет у нас F, проекция 2. Дальше. А теперь нам необходимо построить плоскость, отстоящую от заданной, которая должна быть параллельно заданной и отстоящая на 30 мм. То есть нам надо из точки какой-либо плоскости восстановить перпендикуляр, который будет у нас длиной 30 мм. Ну, для этого возьмем, например, точку B. Мы знаем, что этот перпендикуляр, он будет у нас... Проведем здесь нормаль. Вот так. Итак, и этот перпендикуляр, он будет у нас... Это проекция, вот перпендикуляр проведет фронтальная проекция, фронтальная. Это и будет проекция перпендикуляра на фронтальную плоскость, проведенного из точки B. Из точки B. Значит, провели. Теперь точно так же, точно так же проведем перпендикуляр из точки B. из точки B на горизонтальную проекцию горизонтали. На горизонтальную проекцию горизонтали. Нормаль. И вот сюда, в эту точку. В эту точку. Теперь, давайте посмотрим, где у нас он как располагается. Вот здесь так. Ну, поэтому мы его возьмем, продлим. Продлили. И здесь его тоже продлим. Продлим. Ну, и продлим его в одну и в другую сторону. Продлили. А теперь подумаем. Ну, у нас вот точка B. Ну, давайте ее продлим тоже самое в другую сторону. Теперь, возьмем на этом перпендикуляре, вот эта проекция перпендикуляра одна и вторая проекция. На этом перпендикуляре мы возьмем где-то в произвольном месте какую-то точку. Ну, точку, вот я дальше продлю. Точку произвольную я эту точку обозначу, допустим, E. И найду эту точку на этом перпендикуляре на фронтальной плоскости проекции. Проведу. И она будет находиться вот здесь, в этом месте. Значит, обозначим. Это будет у меня точка. Будет, ну, путь будет она там. Точка C. C. Большая. Так. C. Проекция 2. И эта точка будет там. Так, C у нас уже есть, да? Ну, тогда обозначим ее там E. Проекция 2. И здесь обозначим эту точку E. Проекция 1. E. Проекция 1. Теперь давайте подумаем, что мы получили. Мы имеем отрезок B, E. Одна проекция, вторая проекция. Этот отрезок перпендикулярен плоскости. Но, какая его длина, мы не знаем. Давайте мы его определим длину. Для этого воспользуемся методом прямоугольного треугольника. То есть, вначале определим превышение, превышение от точки E по отношению к точке B. Точки B. То есть, вот это будет превышение у нас дельта Z. Измерим это превышение. Ну, в нашем случае это оказалось 15 миллиметров. 15 миллиметров. Теперь определим натуральную величину отрезка B, B, E. Для этого построим это превышение вот отсюда, под прямым углом к B, E. Но длиной 15 миллиметров. Построили. Теперь я перенесу этот отрезок в точку E. И соединю точку B с получившейся точкой. Здесь, в этом месте, у меня будет точка, которую назовем E нулевое. То есть, это точка, принадлежащая натуральной величине. Значит, вот это, то, что мы имеем, E нулевое, B1, это натуральная величина этого отрезка. Ну, длина этого отрезка, она не явно, ну, можем ее померить, да, какой она будет иметь размер. Например, сколько она имеет длину. Ну, давайте померяем отсюда. И до точки B, видите, 43 миллиметра. А нам надо, чтобы она была перпендикуляр 30 миллиметров. Это у нас уже есть перпендикуляр, который перпендикулярен плоскости, ну, длиной 43. Поэтому мы сделаем следующим образом. От точки B отложим по натуральной величине 30 миллиметров. Отложили. Значит, вот этот отрезок у нас получился равен 30 миллиметров. Затем скопируем и перенесем в конечную точку получившегося отрезка линию, параллельную E нулевое, E1. Затем в точке пересечения отметим. Вот здесь будет у нас и находиться наша искомая точка, которую мы ищем. Мы ищем. Значит, проведем линию связи вверх. И в точке пересечения этой линии и отрезка E2, B2 поставим точку. Обозначим получившуюся точку. Ну, допустим, ее обозначим D. D проекция 2. И вот здесь это будет у нас D проекция 1. То, что мы получили, есть не что иное, как то, что мы искали. То есть, это есть у нас проекция перпендикуляра к плоскости АВС, но равная длиной 30 миллиметров. 30 миллиметров. И здесь соединим B и D. То, что это 30 миллиметров, мы можем убедиться, как построив, найдя превышение, построим здесь, точно так же определим натуральную величину, и эта натуральная величина получится равная 30 миллиметров. Вот видите, вот это превышение, вот оно уже здесь есть, и эта натуральная величина 30 миллиметров. Все мы, собственно говоря, то, что необходимо, построили. Но нам нужно еще построить плоскость. Плоскость можно задать по-разному. Можно ее задать плоской фигурой, то есть так, как она у нас здесь сейчас построена. А можно задать с помощью отрезка двух пересекающихся прямых. Не отрезков, а прямых. То есть мы его так и сделаем, да, проведем вот здесь две пересекающиеся прямые, которые нам будут и задавать плоскость с одной стороны. Вот здесь, то есть одна проекция. И сразу заштрихуем. Заштрихуем вот таким вот образом. И здесь в точке D точно так же поступим. Ну, проведем здесь отрезок. Один. Проведем второй. Соединим концы произвольной линии. То есть это будет вот так. Здесь и с другой стороны. Заштрихуем. То есть мы вот это должны заштриховать. Ну, и здесь это, это, это и это. Все, задача решена.